Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики. С вами сегодня опять Роман Головин. Всех приветствую на канале. Сегодня хотел с вами поговорить о тех людях, которые любят поесть. Я также себя отношу к тем людям, которые любят поесть. Многие люди говорят, что я, чтобы не ела, я все равно толстеть начинаю. То есть у меня проблемы возникают, начинают говорить, ой, гормональные нарушения, еще что-то там. На самом деле, мы все разные. Естественно, могут быть и нарушения какие-то, могут быть и проблемы на психологическом уровне, депрессии, стрессы. Но все равно есть определенная тяга, как вот наркотик. Знаете, некоторые как-то, ну, пища, пища, шоколадка, конфетка, да и ладно, ну, тортик, тортик. А некоторые с удовольствием прямо вот видят этот тортик, мечтают о нем, какие-то вкусные блюда там и так далее. То есть с самого детства вот это вот развивается привыкание к чему-то. Вот как вот родители с самого детства начинают нас кормить булочками, пирожными, конфетками там, какими-то гадостями, фастфудом. Ну, так мы привыкаем с самого детства, вот эта пищевая культура, она формируется с самого-самого детства. И таким образом, когда мы вырастаем, естественно, у нас есть какие-то пищевые пристрастия. Чем больше вы в пищу ребенка добавляете различных специй, различной химии, как бы, да, естественно, это как начинается пищевая зависимость. На рецепторе языка есть рецепторы, да, которые за сладкое отвечают, за кислое, за соленое. И вот когда очень много вот этих факторов, которые раздражают очень сильный язык, особенно искусственных таких факторов, когда человек вносит в пищу такие, знаете, подсластители, улучшители вкуса, запаха и так далее, тогда постепенно мы привыкаем, это все равно, что все время наркотики кому-то давать. И, естественно, нам хочется этот вкус. Мы понимаем, что это вредно, мы понимаем, что мы очень много калорий, мы понимаем, что нам это не надо, но все равно нас к этому тянет. Так вот, от этого очень сложно отвыкать, очень долго нужно и сложно отвыкать. Когда мы отвыкаем от такой пищи, начинаем внедрять в рацион более здоровое питание, знаете, как тяжело, когда стараешься что-то... Вот возьмите, например, съешьте кукурузу сырую, например. Кто из вас ел сырую кукурузу? Ну, очень мало людей, да? На самом деле она очень вкусная, она очень сладкая. Но нам почему-то ее хочется сварить. Сварить, посолить. Там, не знаю, может кто-то и перчить будет. Вот. Естественно, все, что... Естественно, все, что сырое. Ну, не все, что сырое, а часть продуктов лучше есть сырыми. То есть, усваивается на самом деле гораздо лучше. Если бы мясо было бы идеальное, да, там, дикое какое-то, без всякой гадости внутри, да, без пестицидов, без каких-то там, не антибиотиков, гормонов. То есть, выращено природно, да, естественно, его не надо так долго обрабатывать термически, чтобы его съесть. Даже вот можно есть сырое. Посмотрите, да, те оленеводы, которые живут на Крайном Севере, они тоже долго живут. Едят оленину, вот. Мясо там, медвежатину даже. Закапывают в землю, где-то потухнет, где-то мороженое, где-то сырое даже. Потому что это все живое, как бы, да, и там есть все нужные элементы, минералы, витамины. Потому как олени, они живут на природе, дышат чистым кислородом, едят лишайники различные, кору там и так далее. Травки какие-то. И когда там корова где-то стоит, ест химию сплошную, естественно, мы как губка, мы в себя все впитываем то, что мы едим. Неправильное сочетание продуктов, естественно, нас распирает. Нам все больше и больше хочется. Так вот, есть очень много диет, которые сегодня существуют. Я вообще противник всех этих диет, сразу говорю, но мы тоже будем периодически разбирать различные диеты. Каждая диета, она несет определенные ограничения. А я против ограничений. Человек, который хочет поменять свое питание, просто должен понять, как строится питание. Какие продукты он ест. Немножко надо заморочиться. Что входит сюда, что входит туда, какие килокалории. Ничего подсчитать, в принципе, я не призываю. Это никому не нужно. Если только вы не супер профессиональный спортсмен какой-то, либо не фотомодель, актеры какие-то, которым надо просто за определенное количество времени резко похудеть. Хотя для этого тоже есть свои методики и более эффективны, чем, нежели сидеть на определенных диетах. Так вот, когда мы начинаем более-менее правильно питаться, мы начинаем, естественно, уменьшаться в размерах. То есть организм сам потихонечку, потихонечку начинает очищаться. Вовремя поели, допустим, да. Вот захотелось что-то сладенькое, поешьте его не на ночь, а поешьте его там в середине дня, например. Отдельно от всего. Когда мы начинаем много-много всего мешать, естественно, тоже начинаем набирать вес. И вот таким людям, как я там, допустим, и как вы, о которых я сегодня рассказываю, которым нравится есть, как бы, да. И что бы мы ни ели, растительную пищу, там сладкую, несладкую, всегда есть тяга. То есть лишний раз хочется поесть. Поэтому мы себя должны чем-то занять, вот, дополнительно попить сока какого-то, дополнительно можно пойти подвигаться. Когда мы двигаемся, сразу есть не хочется, естественно, выделяется, как бы, такая манная энергия. И нам кажется, что вот, мы сейчас позанимались, как бы, организм начал работать, начинает выделяться внутренняя энергия. И вам не хочется сразу есть. Ну, скажем так, не всегда, конечно, так бывает, но в основном вы будете ощущать выделение энергии. И таким образом можно выделить, там, 40 минут лишних и не есть ничего. На самом деле, когда мы используем чаще, там, грифрун, гранат, например, да, там, яблочный сок. То есть они очень хорошо расщепляют и жировые клетки, вот, и, естественно, будут вам давать заполнение желудка. Можно чуть водички попить лишний раз. Кстати, те люди, которые мало воды пьют, тоже, кстати, и те, кто редко едят, больше, естественно, толстеют. Люди, которые не склонны к поеданию пищи, то есть нет, так называемой, ну, они не являются гурманом, нет пищевой зависимости. То есть для них это вообще не проблема, не вопрос. Они спокойно могут и раз в день поесть, и два раза, то есть иногда вообще забыть. А еще, кстати, люди, которые часто работают, чем-то увлечены, как бы, да, они уходят от, скажем, большого количества еды. Люди, которые нечем заняться, они все время сидят в офисе, в комнате, у телевизора, не знают, куда деть время, у которых есть еще много свободного времени, с детьми сидят и так далее. То есть они все время что-то едят. Надо занять себя, там, выйти куда-то с подругами, с друзьями, там, пойти куда-то сходить. Вот. Старайтесь больше двигаться, то есть не ездить на автобусе, там, вот, на метро, на машине. Если есть возможность пройти до соседнего магазина, там, лишний раз пройдитесь. Это тоже влияет, то есть ускоряется обмен веществ, подышите кислородом и старайтесь построить свой рацион питания так, чтобы заменить какие-то сладкие, например, блюда, например, да, сухофруктами, сухофрукты с орехами, например, сочетать. Может быть сок заморозить, то есть себя немножко обманывать надо, организм нужно обманывать, чтобы от этого отходить. Если у вас это не будет ничего приготовлено и никогда не будет под рукой лежать, вы обязательно съедите какой-нибудь пирожок, вот, какое-то пирожное и так далее. Потому что у вас ничего уже не готово под рукой нет, а есть и сейчас закателось. И поэтому сухофрукты, орехи какие-то, там, мед. Есть специальные такие тортики, которые вы сами приготовить можете, так называемые сыраические, с орехами, там, вот, с медом. То есть основа такая является, то есть вы сами все это замешиваете, делаете, либо где-то если магазины есть неподалеко, которые такие вещи натуральные продают. Какие-то соки, например, с орехами тоже, да. На Кавказе часто любят такие вещи делать. То есть такие вот нюансы, да, они вроде бы калорийные, но от них не так сильно все-таки человек толстеет, нежели от пустых продуктов. Вот, как хлебобулочные изделия, например, что-то там только нет. Вот, в принципе, они организму практически ничего не дают. Это просто вы едите для вкуса, там вообще пустота. То есть для организма там вообще практически ничего не существует. Ни витаминов там нет, там, жиры, углеводы, да. То есть такие, от которых реально распирают. Когда резко себя ограничивать, начинаете опять же-таки, организм понимает, что вы себя ограничиваете и блокирует функцию похудения, да, если так простым языком сказать. Ну, поэтому нужно себя различными способами ограждать от этого. А те люди, которые много едят термически обработанной пищей, естественно, им сложно, наверное, первое время будут добавлять какие-то там сырые и растительные вещи в рацион питания. Так как нужно время, чтобы привыкнуть. Не нужно быстро худеть. Надо несколько лет себе брать на вооружение. Особенно если человек очень большой, тучный. Вот какие-то экстремальные диеты я бы не рекомендовал, потому как они очень плохо могут влиять на организм человека. Качественная вода, качественная еда, большее количество пищи в день, движения. И потихонечку организм сам начинает очищаться, худеть. И не забывайте, при резком худении образуются морщины. У меня тоже самое это было. Вот я когда резко худел, там и на 20 килограмм, и на 24 килограмма худел, буквально там за 2-3, 2,5 месяца я худел. Лицо прямо вот такое, носогубные складки все видно становятся, морщины сразу. Потом чуть прибавил, как бы все нормально, все разгладилось. Даже на спине морщины висеть начинают. Все-таки нам уже не 15 лет, поэтому естественно резко появляется, кожа не может так резко сокращаться. Поэтому когда худеете, идите медленными шагами вперед. И тогда будет все идеально. Итак, заканчиваем это видео лекцию. Всего самого доброго, подписывайтесь на мой канал. Удачи вам, до свидания.